МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стратегии работала команда профессионалов, работали больше года. Кто были эти люди? Кто авторы стратегии? Это привлеченные специалисты, либо местные? Основным партнером по разработке стратегии был Леонтьевский центр. Это московские специалисты, не только московские, но, можно сказать, вся страна. Конечно, не обошлось без участия специалистов администрации края. Мы были с основной частью этой большой команды, которая разработкой занималась. Серьезную роль в подготовке стратегии сыграла схема территориального планирования Краснодарского края, которая была разработана и утверждена несколько лет назад, и которая большой очень пласт проблемных вопросов, и пути их решения предложила. И это было учтено в стратегии. Чем вызвано решение разделить Кубань на 7 социально-экономических зон, с точки зрения, может быть, градостроительной политики? Это и экономическая, и стратегическая, и градостроительная тема, которая полегла в основу этого предложения о разделении на 7 зон. Во-первых, край, как огромная страна, очень разный. Горная часть, предгорная часть, степная, приморская и так далее. Было бы странно, если бы для каждой из частей этой огромной страны были бы похожие сценарии развития, предложенные. И совершенно точно, и мы понимали, что разнообразие это должно быть как-то отражено. В документах терпланирования это присутствует, и это же нашло отражение в схеме терпланирования края. В стратегии 2030, поскольку есть так называемая специализация этих территорий, и эта специализация стала основой вот этого предложения. А вот новые проекты, давайте поговорим о флагманах 2030 года. Новые проекты, они будут вписаны в уже существующий стиль, либо это будут проекты, которые, возможно, будут доминировать? Если вы говорите об архитектурном стиле, то мы будем продолжать линию на формирование единого архитектурного облика в населенных пунктах, территориях, в первую очередь курортных территорий, столицы Кубани и города Краснодара. Если говорить с точки зрения начинки, сути, то это такие точки роста мощнейшие. На Тамане рождается огромный комплекс, портово-промышленный район. Будет продолжаться развитие курорта в Сочи, в котором мы с вами находимся. Будет активно развиваться агропромышленный комплекс уже с инновационными технологиями степной части, материковой части края. Ну, то есть это будет и сохранение лица, и обновление. А вот говоря о едином архитектурном стиле Кубани, какой он? Что он из себя представляет? Вы знаете, я бы предпочел говорить об едином архитектурном облике, потому что единого стиля вряд ли мы добьемся, когда, да и не нужно, потому что станицы приводить к стилю курортных городов не нужно, точно так же, как курортные города к стилю станиц. Районы, сельские районы, где свой масштаб застройки, свой уровень, благоустройство и так далее, он, кстати, очень сильно вырос, в том числе и в связи с тем, что работает программа «Комфортная городская среда». 2017 год очень успешно прошел. Это своя, свой мир. И это очень хорошо и людям комфортно там в этом маленьком масштабе существовать. И надо это поддерживать. Совершенно другое дело – это курортные территории, где вот это ощущение праздника, оно должно присутствовать во всем. Начиная от дворов обычных, в которых живут люди, обслуживающие курорт, и заканчивая, конечно, набережными, курортными комплексами, отелями и так далее. Поэтому, как я уже сказал, Кубань разная, она должна разной оставаться. Но при этом вот какая-то канва архитектурная городостроительная должна обязательно прослеживаться. А что это за канва? Это высочайший уровень комфорта, высочайший уровень благоустройства. Это применение очень качественных, лучше природных материалов. Если о кровле говорить, то черепица. Если о стеновых материалах, то это светлые стеновые материалы, которые в нашем климате очень хорошо работают. Это обилие зелени. Это вот все то, что является характеристикой региона, и эта характеристика должна вот этой визитной карточкой оставаться. А кто определяет, светлые или темные тона будут преобладать? Для этого существуют главные архитекторы территории. И вот их роль как раз в том, чтобы это стилевое единство, этот комфорт, в том числе визуальный, как говорят, его всячески культивировать, развивать. Это наши профессионалы-архитекторы, которые занимаются объемным проектированием, градостроительным проектированием. Слава Богу, на Кубани таких людей очень много. Общественники, которые тоже к этому должны привлекаться, они привлекаются в последние годы особенно активно. Это историки, краеведы и так далее. Это наша общая задача. Мы должны вместе ее реализовывать. А что касается стиля, еще хотела бы поговорить. Откуда берутся идеи? Ну, господи, идеи в первую очередь берутся из той истории, которая нас окружает. Потому что облик Кубани формировался 200 лет назад теми людьми, которые начинали ее осваивать. И традиции материковой России, традиции Украины, архитектурные, стилевые и так далее. Традиции, которые характерны для застройки горных, предгорных районов. Это горские традиции, использование натурального камня и так далее. Вот это все срослось здесь. И Кубань тема интересна, что она вот такая разная. А какие-то, может быть, зарубежные идеи заимствуете? Конечно. Ну, в качестве примера приведу набережную в Анапе. Идеи, которые мы привезли из Кан, из Ниццы, когда были там на выставках коммерческой недвижимости, там двухуровневая набережная. Мы в Анапе придумали, сделали трехуровневую набережную, в которую включены объекты обслуживания и так далее. И расширена эта набережная была. То есть идеи активно используются, конечно. А что касается интереса для вас с точки зрения как специалиста, гораздо интереснее вписывать в уже существующий проект какие-то детали. Либо с нуля. И то, и другое очень интересно. Задачи совершенно разные. Значит, вот недалеко вчера мы рассматривали первые предложения по предмету охраны исторической части города Краснодара. И сложнейшая задача в существующие исторические кварталы вписать новую застройку. И так, чтобы она не диссонировала. Так, чтобы облик Краснодара был сохранен. Совершенно другая задача строительства на новых территориях, новых районах. Там большая свобода для применения современных материалов, современных каких-то решений. Этажность другая и так далее. Плотность застройки. Но, повторяю, и то, и другое должно быть комфортное, людям приятное и безопасное. Вот это вот очень важные моменты, которые мы должны учить. Ну, раз уж коснулись Краснодара, то какому единому облику он сейчас должен соответствовать? Краснодар, поскольку территория огромная, он состоит из нескольких таких важных частей. Первая, о которой я уже сказал, историческая часть города. Тут очень важно здесь следовать врачебному принципу «не навреди». Потому что даже те фрагменты, которые удалось за последние годы восстановить, реставрировать, они показывают, что у Краснодара явное, выраженное свое лицо архитектурное. Да, там есть элементы модерна, готики где-то даже, эклектика архитектурная и все остальное. Но вот этот масштаб двух-трехэтажной застройки, вот эти крыши, козырьки знаменитые краснодарские, башенки и так далее, вот это все должно как лентой, нитью соединять вот эту ткань Старого города. А новые районы, это совершенно новые подходы. Это собственные административные центры, это объекты культуры, объекты торговли. Что, в общем-то, мы видим, происходит в лучшем виде, в виде, который бы хотелось исправить. Но то новое, что мы собираемся в ближайшее время предлагать, то оно как раз вот это вот учитывает особенности центра исторического и особенности нового строительства. А есть ли какие-то нюансы по цветовой гамме оформления Краснодара? Или к нему не предъявляются никаких требований? Конечно. Я как архитектор считаю, что на юге светлые материалы, как я уже сказал, светлая стена, если мы говорим о индивидуальной застройке, особенно невысокой, черепичная крыша, это вот самое приемлемое. Да, возможны эксперименты, но надо понимать, что у нас яркое солнце, мощная светотень. И поэтому, чем светлее материал, тем активнее вот это все видно. Наши предшественники это хорошо понимали, когда обилие мелких деталей на старой застройке мы видим. Вот это вот яркое солнце, свет, все это играет, и это приятно глазу просто, это привлекает. Вот эти приемы нужно постараться осовременить и применить снова. А насколько сложно застройщиков уговорить на определенный цвет? Ну, даже не в цвете дела. Вы понимаете, в последнее время очень много новых приемов, новых отделочных материалов, новых стеновых материалов активно наши застройщики применяют, и тут особенно уговаривать не надо. Да, есть определенные традиции, которые стараются использовать, использование кирпича лицевого. Существует, ну, такое убеждение у многих, что один раз кирпичом облицевал стену, и больше к ней не подходишь. На самом деле это не так, что кирпич на наш климат не всегда хорошо реагирует, поэтому за ним надо ухаживать. Существуют альтернативные варианты, и мы их применяем. И в ближайшее время краснодарцы, гости города, жители Кубани, увидят эти материалы в реализованных правилах. А застройщики вообще охотно идут на какой-то контакт по поводу организации стиля, например, цвета? Да, я бы сказал, что в последние годы вот эти вот современные, особенно в новой застройке, перспективные какие-то, прогрессивные решения, они находят отклик, в том числе у застройщиков. Ну, вот если мы проедем просто по тому же Краснодару, улица Красных партизан, улица Бабушкина, новая района Восточной Кругляковки. Ну, вот даже такой самый показательный пример, как стадион Краснодар. Там и натуральный камень применен, и современные, самые современные отделочные материалы в отделке внутренней, в отделке наружной, в благоустройстве, особенно прилегающий парк. Вот пример того, как традиционные материалы, традиционные архитектурные приемы соседствуют с новыми. Великолепный пример, один из лучших, я думаю, в Европе, если не в мире. Но он был построен с нуля, поэтому было где разгуляться, в принципе. Правильно, правильно. Давайте поговорим о проектах, которые ждут Кубань в будущем. Сеть автозаправочных станций, это проект «Флагман». С точки зрения архитектуры, какой интерес представляет для Кубани? Значит, что очень важно. Нам повезло, что на Кубань пришли крупные игроки на этом рынке, монополисты, компании, которые привносят в архитектуру этих комплексов свой фирменный корпоративный стиль. И бороться с этим не нужно, наоборот, нужно всячески поощрять, поскольку, во-первых, они делают, так сказать, акцент на вот эту южную принадлежность. Поэтому вот эти светлые цвета на основе белого в основном и так далее, они как раз привлекательными являются, как мы говорили с вами, в нашем климате, в нашем природном окружении. Огромный плюс, что последние проекты, которые, в том числе, будут реализовываться на подходах к Крымскому мосту, это проекты, в состав которых включено все обслуживание. И мотели, и заправочные станции, и придорожные рынки, и какие-то объекты отдыха, развлечения и так далее. Это очень важно. Объекты питания, потому что, ну, дорога должна быть безопасной, она должна быть красивой, потому что дорога – это гостевой маршрут, это река, по которой к нам гости прибывают. Это первое, что видят. Да, и первое, что видят, и последнее, что видят, когда уезжают из края. Поэтому у человека, попадающего на территорию края, пересекающего границы, должно быть полное, стопроцентное ощущение, что он попал на Кубань. Вот одна из целей формирования придорожного сервиса, губернатор об этом неоднократно говорил, это формирование уверенности человека, что он не ошибся, он приехал в то место, где его ждут. Поэтому придорожный сервис – это один из показателей такого уровня готовности нашей встречать гостей. А интересно, а как они будут выглядеть? Вот какова роль архитекторов в этом? Как я уже сказал, если мы говорим о заправочных станциях, то это корпоративный стиль. Но использование современных материалов, современных средств рекламы, художественных. Вот сейчас мы обсуждаем с одной из компаний возможность малых форм скульптуры использовать в обустройстве этого комплекса, элементов ландшафта и так далее. Чтобы человек, выйдя из машины, понял, что он находится на курорте. И я должен сказать, что руководство компании с большим пониманием к этому относится. Поэтому, думаю, что в скором будущем мы увидим. А вот этот корпоративный стиль, о котором вы сказали, какой он? Может быть, есть пример, который можно привести, чтобы зрители понимали? Я просто назову, например, заправочные комплексы «Роснефти» в последние годы. Они мини-маркеты включают в себя и так далее. И будет расширяться это. То же самое «Лукойл» и все остальные. «Газпром», «Нефть». Тут идет и соревнование такое, по понятным причинам, между этими компаниями. Потому что задача их привлечь к себе потребителя. И чем больше спектр услуг они предлагают, чем более эффектно это все выглядит, тем больше шансов, что человек остановится именно на этой заправке. Мы это всячески поддерживаем. Очень сильные архитекторы работают по этим темам. Поэтому, я думаю, что это соревнование будет нам на пользу. Скажите, а продумывается для того, чтобы проект представить на форуме, например, все до мельчайших деталей или потом дорабатываются проекты? Грубо говоря, даже какое дерево посадить и какой цветок в горшке поставить? До цветка в горшке, конечно, дело не доходит. Но экономическая составляющая, что очень важно. Вообще, это очень важно. Степень проработанности и вес проектов, которые последние два года на форум «Край» представляет, на порядок выше, чем это было раньше. Это правильно, потому что это такой супермаркет проектов. Выставка и форум – это супермаркет проектов. По идее, заказчик и инвестор потенциальный, который сюда придет, он должен уже сразу понять, в чем выгода участия, в чем преимущество. И чем более проработан проект, тем преимущества наиболее явными являются. Поэтому это отличительное качество выставки, в том числе и нашей экспозиции в этом году. И степень проработанности высокая, экономическая, как я уже сказал, в первую очередь, но и архитектурная и градостроительная. Поэтому ясности гораздо больше для потенциального инвестора. Думаю, результат будет очень высокий в связи с этим. В этом году на форуме представлено очень много проектов. Может быть, некоторые вас как-то затронули? Что наиболее интересно было? Я бы выделил… Их очень много, сразу скажу. Очень большой пакет инвестпроектов в агропромышленной сфере. Большой пакет транспортный. Ну, много. Но я как архитектор хотел бы выделить обустройство развития Таманского полуострова, где уже ведется строительство, но масштаб будет значительно шире в связи с вводом в строй в этом году в первую очередь Крымского моста, в том числе и с новой сетью автожелезных дорог и так далее. Это портово-промышленный район. Огромный. Это точка приложения труда многих тысяч людей. Это новая точка роста края. И с точки зрения экономического развития, для Таманского района это огромный рывок вперед. Ну и для края в целом. И еще одну очень важную вещь я бы выделил. Ну, Сочи вне конкуренции, как всегда, это понятно, потому что курорт получил при подготовке к Олимпиаде такой мощный импульс, что сейчас главное удержать вот это направление, не потерять вот эту цельность, вот этот вот облик тот самый, который с таким трудом мы создавали в течение семи лет. И тут огромная ответственность муниципального образования в том, чтобы это удержать. Но я бы хотел выделить Новороссийск. Потому что Новороссийск, это тоже ворота страны. То есть только портово-промышленные ворота страны. Это сложнейший конгломерат такой промышленности, портовых функций, нефтеналивных причалов и тот же жилье, тот же большой, развитый, красивый город. Фактически курортный, потому что с вводом в эксплуатацию нового пляжа городского Новороссийск стал полноценным курортным городом. Курортные территории Южно-Озеревка, Абрау-Дирсо, это сегодня у всех на слуху, это великолепные места и так далее. И вот этот стык сложный, как сохранить город, развивать его, сохранять его единым, безопасным, комфортным, и при этом развивать промышленность, порты и так далее. И Новороссийску это удается. И вот те проекты, которые сегодня по развитию набережной дальнейшим и так далее, ряду комплексов, которые на набережной предполагается разместить, город предлагает, это очень интересно. Очень интересно. И такие примеры, вот я мог бы в качестве аналога зарубежно привести Марсель. Пожалуй, Марсель только может сравнить с теми планами, которые есть у Новороссийской. Это здорово, это интересно, это такая точка привлекательности совершенно неожиданная. Потому что мы в Новороссийске же многие годы считали, ну порт и порт. А сегодня это вот город. Город в полном понимании этого слова. Я хотел бы нашим коллегам и нам всем пожелать в этом успеха. А говоря о Новороссийске, Тимирукском районе, например, как вот новый проект, вот эта большая стройка вписывается в существующий ландшафт? В принципе, природа достаточно ранимая в этих районах. Да, это очень сложный вопрос. Потому что мы очень серьезное внимание уделяем соблюдению природоохранных требований, зон горно-санитарной охраны, водоохранных зон моря или водоемов в других территориях, будем говорить. Это сложнейший вопрос. Ни один проект в этой сфере промышленной, портовой и так далее не проходит без рассмотрения экологической экспертизы. Ни один проект. Значит, активно общественность привлекает, в том числе и экологическая общественность. Слушания, да, какие-то проходят? Слушания проходят, обязательно, конечно. Не бывает полностью безвредных производств. Мы тоже это понимаем, мы взрослые люди. Но минимизировать возможные риски – это наша задача. И думаю, что с этой задачей мы справимся. А при разработке проекта с какими специалистами вы наиболее тесно контактируете? Ну, каждый раз это зависит от специализации. Если мы говорим о объектах здравоохранения, то самые главные участники процесса – это врачи. Это медицинские работники, специалисты, эксперты и так далее. Если мы говорим о курортных комплексах, то это курортологи, это специалисты курортной отрасли, это руководители здравницы, имеющие большой опыт. Если мы говорим о промышленности, то понятно, что это экономисты, промышленники и так далее. То есть каждый раз это новая задача и новый коллектив. Вы на форуме не в первый раз, а не во второй, а уже, по-моему, в 16 по счету. Можно сказать, долгожитель. На форуме скажите, как форум изменился? Изменился ли его темп, наполнение, может быть, стиль? Я уже говорил о том, что степень проработанности того, что мы представляем, не только мы, но и все территории, я сегодня говорю о форуме в целом, на порядок изменился. Поначалу это была выставка идей. Причем задача была удивить, чем-то привлечь, чем-то эффектным и так далее. Это важно, но это не главное. А главное все-таки это содержание. И в этом смысле за 16 лет форум, то, что вот на моих глазах было, он кардинально изменился. Ну, даже вот с точки зрения подачи материала, это в основном электронные версии проектов. Это возможность интерактивного входа, где каждый потенциальный инвестор, там, заинтересованный специалист может сам искать. И даже не прибегать к помощи стендистов, специалистов, проводников и так далее. И это характерно для всех экспозиций, но особенно характерно для экспозиции Краснодарского края. В этом смысле край, ну, очень далеко шагнул. И это такой очень современный взгляд на сегодняшнюю экономику. Это очень здорово. И вот находясь здесь на форуме, какие-то, может быть, стенды привлекли ваше внимание по оформлению архитектурному? Вы знаете, тут трудно кого-то выделять. Все-таки вот этот элемент соревновательности, он никуда не делся. И кто-то вот, как Ростовская область рядом с нами, фруктами, овощами удивляет. Кто-то электронными средствами представления материалов, кто-то какими-то интересными новинками с точки зрения представления гаджетов и так далее. Но все-таки, как патриот края, я могу сказать, что наш стенд, он самый емкий. Мало того, что он самый большой, но он еще и самый емкий и самый, мне кажется, содержательный. Поэтому я бы выделил на форуме стенд Краснодарского края. Ну и возвращаясь к нашему главному вопросу, с которого, в принципе, начинали, стратегия развития, социально-экономического развития Кубань 2030 год. С точки зрения архитектуры, будет ли этот проект пересмотрен, например, через год, через два? Или это такой достаточно долгосрочный, не требующий пересмотр проект? Что очень важно, намечен главный вектор развития территории до 2030 года пока. Думаю, что и на более дальний период этот вектор будет сохранен. Другое дело, что каждый из составляющих этой стратегии будет развиваться. Так называемое проектное сопровождение будет каждого направления. Поэтому мы создаем все в структурах администрации края специальные проектные группы, которые будут вот этим современным путем идти, очень актуальным для сегодняшнего времени. Это все-таки главная путеводная нить для развития экономики. И она, эта нить, сохранится, конечно. То есть в этом смысле стратегия, почему она так и называется, это главное направление развития. Оно, скорее всего, не изменится. Я надеюсь, что вот, ну, просто даже по опыту нашему, край как был агропромышленным лидером России, он, конечно, так и останется. Другое дело, что те инновационные технологии, которые сегодня в агропромышленный комплекс приходят, они должны развиваться в этом направлении. Край, как был основной здравницей курортным, главным районом России, холодная страна, у которой маленький кусочек теплых морей, маленький, конечно, останется. Потому что даже в тех геополитических условиях, в которых мы находимся, ну, конечно, наши курорты будут востребованы все. И будет востребовано все больше и больше. Они должны быть готовы к этому росту, росту интереса. Вот задача реализации стратегии – развивать курорт. И не просто бездумно расширять по количеству и возможностей принять людей, а уровень комфорта, уровень лечения и так далее всячески поднимать. Транспорт. Край, как был основной транзитной магистральной транспортной артерии на юг, к портам и так далее. Так и остался, но сейчас появляется транзит на Крым. А с водом моста это будет еще более активно. Поэтому край должен быть к этому тоже готов. Прием у этих транзитных потоков и так далее. Для этого транспортная схема, система края должна развиваться. Ну и дальше, дальше. Можно о промышленности говорить очень много. Мы тоже должны быть готовы. Потому что вот в последние годы, об этом губернатор многократно говорил, мы увлеклись строительством квадратных метров жилья. Но человеку, который покупает или готовится купить жилье, необходимо место работы, чтобы платить за ипотеку, чтобы воспитывать детей и так далее. Человеку нужно куда-то отвезти ребенка, детский сад и школа. Это тоже нужно этим заниматься. То есть это тоже направление очень важное в развитии экономики края. То есть главная задача сбалансирована всех этих направлений. Вот на это направлена стратегия. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был Юрий Владимирович Рысин, главный архитектор Краснодарского края. Оставайтесь на телеканале Кубань-24.